Ярославцы по-прежнему много жалуются на недоработки в коммунальной сфере. За год в муниципальную жилищную инспекцию поступило около 2000 таких обращений. По итогам их рассмотрения на управдомы были наложены штрафы на общую сумму около 5 миллионов рублей. С такими итогами завершила свой первый год работы новая структура – муниципальная жилищная инспекция. Город у нас достаточно большой. Разница между районами огромная по количеству проверок. Лидирует Держинский район. Кировский и Ленинский районы – это более старые районы города. Соответственно, там обращений граждан идут уже определенной направленности. И, соответственно, их много. Там большинство количества нашего аварийного фонда скоплено, скажем так. И отсюда проблематика районов и выходит. Жители старых домов, расположенных в центральной части города, чаще всего жалуются на ветки, изношенные коммуникации и грязные подъезды, в которых десятилетиями не делали ремонт. За год в муниципальную инспекцию Ярославля поступило более двух тысяч обращений со всех районов города. Все эти жалобы приходятся на 26 работников муниципальной инспекции, которые трудятся в этом доме на улице Советской. Когда к нам обращается гражданин, соответственно, мы проводим внеплановую проверку. Проверки у нас бывают документарные и проездные. Таким образом, за год нашего существования было проведено более полутора тысяч проверок. Было выявлено 1400 нарушений. Выдано 617 предписаний. Если управдом не выполняет предписание, на него накладывают штраф. За год сумма штрафных санкций набежала в 4 миллиона 724 тысячи рублей. Все эти средства поступили в городскую казну. Тем не менее, в муниципальной инспекции свою главную задачу видят не в наложении штрафов, а в устранении допущенных нарушений в коммунальной сфере. Управдомы постепенно начинают прислушиваться к инспекции. Показатель исполнения предписаний растет и ныне перевалил за 60%. Что тоже не идеально, поэтому в коммунальной сфере еще есть куда стремиться.